Сегодня у нас онлайн-презентация результатов социологичного доследования белорусской инициативы Чатэм Хаус. Сфикер Рыгора Стапеня, директор высшей загаданной инициативы. Привітанне, Рыгор. Привет. Нагадываю, что мы ведем запись дискуссии. Запись будет пазней доступный на канале пресс-клуба в Ютубе. Кто будет глядзять нашу презентацию в Ютубе, калі ласка, подписывайтесь, ставьте лайки, тисните на усе кнопки, каб не пропустить наши новые видео. Нагадываю так само про пераклад на ангельскую мову. Калі вам зрушна слухаць нас на гэтай мове, выбереце адповедную дорожку на ладах зума. Нагадываю, что калі ви выбереце русскую мову, ви будьте усе слухаць па русску. Калі англійськую, то будьте увесь час слухаць англійський текст. Воголі Рыгор будзе промавляць па русску. Свае пытаўне можце задаваць ў чат, я іх прачту, альбо падніміць руку і па просіце слова, калі ви хочеце задаць пытаўне голасам, у нас будзе сэсі пытаўне ў адказу. Ну и Рыгор, калі ласка. Дякую, великий Антон. Спасиўе баўшо прес-клубу за помачь в организации этого мероприятия. Очень приятно видеть много людей сегодня здесь. Я сейчас расшарю свою презентацию, чтобы ёё могли увидеть все. И скажу несколько, наверное, вступительных слов. Секундочку, да, вот. Надею, что все меня теперь видят. Прекрасно. Как Антон сказал, сегодня мы будем представлять новые социологические данные. Мы делали новый опрос 20-30 апреля 2021 года. Я, наверное, скажу несколько слов сначала про меня, чтобы все знали, кто я. Меня зовут Рыго Растапеня. Я являюсь директором белорусской инициативы в Королевском институте международных отношений, известным как Четам Хаус. Также я являюсь директором по исследованиях в Центре новых идей, доктор общественных наук, политолог. На этом моя короткая презентация, автопрезентация заканчивается. Начинается презентация уже с самих данных. Вы, наверное, видели то, что данные уже опубликованы. Они есть на сайте Четам Хаус. Я тоже в чат прикрепил файл, ссылки на презентацию на русском языке, презентацию на английском языке, ссылка на Четам Хаус. Также я прикрепил две ссылки на все данные ответа хорреспондентов. В принципе, сейчас я про это все немного расскажу. Ну, также я хотел сказать, что по многому идея этого зума, чтобы ответить на вопросы, которые возникнут. И также я буду благодарен, если у вас появятся какие-то идеи, что должно быть включено в следующие волны исследований. Потому что мы достаточно открытая организация, мы достаточно прозрачные. И если у вас есть какие-то интересные вещи, которые вы хотели бы узнать по белорусскому обществу, то мы бы с радостью могли бы вставить эти вопросы в следующую волну. Сейчас про саму методологию постараюсь как-то кратко, но все равно приходится это всегда делать, потому что это очень важный вопрос. Мы опросили 937 респондентов. Это с 20 по 30 апреля. Наша выборка соответствует структуре городского населения, скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования. Предыдущие этапы исследования мы не корректировали по образованию, в этот раз мы откорректировали. И, соответственно, мы немножко перезвесили предыдущие результаты, чтобы они соответствовали тому, что есть сейчас. Также важно сказать, что этот опрос мы делаем через интернет-интервью, через CAVI, Computer Assisted Web Interview, что на практике означает, что мы опрашиваем только пользователей интернета. И, соответственно, почему мы делаем только городское население? Потому что у нас именно в городском населении нет вообще никаких проблем с доступом к интернету. То есть все городские жители, почти все пользуются интернетом. В то время как среди сельских жителей интернет чуть менее распространен. Также нужно понимать, что, в принципе, мы всегда об этом говорим, что некоторые избиратели Александра Лукушенко, они достаточно менее социально активны, да, и экономически менее социально активны. Поэтому, может быть, мы считаем, что, возможно, наши исследования на 1, 2, 3% пункта, они выглядят чуть хуже для Александра Лукушенко, чем могло бы быть, чем есть на самом деле. Последняя вещь, которую, наверное, расскажу здесь, это то, что мы публикуем ответы всех респондентов в виде файлов Excel и в виде файлов SAV, которые используют социологи при обработке большого массива социологических данных. Мы это делаем для того, чтобы наши данные были максимально прозрачными, чтобы каждый человек мог сесть, перепроверить, почитать, посмотреть. И таким образом потом мой большой пиар-менеджер, товарищ муководщик, мог написать какую-то новую статью, посвященную мне. Можем уже тут перейти к первому блоку наших вопросов. Это электоральные предпочтения. Тут надо руками мотать, оказывается. Вот. Первый вопрос, который мы задаем, кого вы вообще знаете? То есть это такой вступительный вопрос. И мы видим то, что на самом деле после Александра Лукашенко, которого знают все, то есть после него самая большая группа тех, кого узнают, это люди, которые представляют протест. Это Светлана Тихановская, это Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Мэрия Каисникова, Павел Латушко. Что здесь интересно? Что мы видим, что чиновники, которых, как мне кажется, вот мы эксперты, журналисты, да, мы считаем, что это очень важная часть бюджетской политической системы. Вот эти люди, Наталья Качачанова, Юрий Караев, Владимир Макей, в какой-то степени Владимир Краник, да, что они очень значительная часть системы. На самом деле их знает не такое большое количество людей, да, то есть больше половины, конечно, но есть люди, на самом деле, более третье белорусское общество, которые не могут сказать, вспомнить, кто это человек и чем примерно он занимается. Также интересен вопрос о том, что на самом деле в Беларуси не так много знают премьер-министров. То есть мы задаем вопрос про Михаила Мясниковича, Сергея Румаса, Романа Головченко, и мы видим, что Михаил Мясникович, который, казалось бы, человек, который еще в СССР занимал государственные должности, вот его знают только половины городских жителей. И то же самое про Сергея Румаса, который тоже достаточно известен среди экспертов, среди журналистов. И тут третья вещь – это Роман Головченко. Это тоже интересный момент, что он уже более года, да, он в июне стал премьер-министром, уже год он является премьер-министром, и его могут вспомнить, кто этот человек и чем он занимается, только 27% городских жителей. Может, я последнюю вещь еще скажу методологическую. Я иногда буду говорить о городских жителе и белорусах, но на самом деле я всегда буду иметь в виду городских жителей, потому что отпрашиваем мы как раз городских жителей, которые составляют 4-5 белорусского общества. Следующий вопрос. Секунду. Следующий вопрос, который мы задаем, это кто из этого списка достоин был бы стать президентом Белоруссии? И тут мы даем людям выбрать три варианта ответа. То есть со списка там 20 фамилий. И мы видим тут, что Виктор Бабариха занимает первое место, после него идет Александр Лукашенко, потом Павел Латушко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало. Когда же мы задаем, чтобы человек мог выбрать только один вариант ответа? Прошу прощения, у меня клавиша заедает. Когда мы даем людям выбрать только один вариант ответа, то мы видим, что на первом месте Виктор Бабариха, и после него идет Александр Лукашенко. И что интересно, мы видим в сравнении с этими двумя слайдами, что в первом случае у Александра Лукашенко 25%, когда его выбирают одного, один из трех, и во втором случае 23%. Это показывает то, что у Александра Лукашенко очень консолидированный электрорад. В то время как люди имеют выбор среди разных представителей, оппонентов сегодняшней власти, это Виктор Бабариха, Павел Дружко Сталан, Тихановская. То есть мы видим, что люди имеют выбор, они выбирают разных людей. То у представителей, сторонников действующей власти по большому счету, фактически человек, за которого они хотят голосовать, это один, Александр Лукашенко. Потом мы задаем вопрос, за кого вы бы не проголосовали. Это так называемый антирейтинг. И он составляет доля от числа людей, конечно, знающих этих людей. И мы видим, что Александр Лукашенко – это тот человек, который как раз-таки имеет очень большой антирейтинг. Если посмотреть, наверное, могут задаться вопросом, почему же Наталья Качанова, Юрий Караев, Владимир Караник, Владимир Макей имеют больше антирейтинг, чем Александр Лукашенко, то смысл тут в том, что как раз-таки этих людей знают противники действующей власти. То есть сторонники действующей власти на самом деле значительно меньше знают людей, которые как бы составляют эту действующую власть, кроме самого Александра Лукашенко. Тут важно отметить то, что у Виктора Бабарико достаточно низкий антирейтинг. И в таком смысле, что у него он один из наиболее низких. Ниже только у Максима Знака и Максима Багрицова, но их такая популярность, в смысле, что никто не хотел бы видеть их президентом, это объясняет тем, что они на самом деле недостаточно известны. То есть поэтому люди не могут себе представить ситуацию, в которой они бы не хотели бы за них проголосовать, потому что они этих людей, по большому счету, кто и не знают. Кому из перечисленных людей вы доверяете или не доверяете? Мы видим тут, что по большому счету доверяют наиболее Александру Лукашенко. Опять же, это связано с тем, что это среди представителей государственной системы, это связано опять же с тем, что он наиболее известен по сравнению с другими представителями действующей системы. Особенно тут, наверное, можно отметить Юрия Воскресенского, которому на самом деле доверяет только 8% людей от тех, кто может сказать, кто такой Юрий Воскресенский. Тут мы видим, кому доверяют или не доверяют, среди людей, которые кому доверяют или не доверяют представителям протеста. Мы опять же можем тут увидеть, что Максим Знак находится в самом верху. Это опять же, в свою очередь, связано с тем, что он в первую очередь известен тем, кто поддерживает протесты. И поэтому этим и объясняется его популярность. И это можно посмотреть на примере индекса доверия, который составляет эта разница между доверием или недоверием на основе доли тех, кто знает политику. И мы видим, что Максим Знак, Максим Багрицов, Павел Северинец, они находятся вверху, потому что они известны в первую очередь людям, которые поддерживают протесты. Также, наверное, надо отметить то, что Мария Колесникова, Павел Латушка, Виктор Бабарико – это люди как раз-таки известные в Беларуси. То есть их знает большинство белорусов. И они при этом все-таки имеют достаточно большой индекс доверия. Если же посмотреть на других представителей, если посмотреть на левый столбик, то мы видим, что единственным человеком среди представителей, можно сказать, действующей системы, то все там находятся в минусах. Единственным человеком, который только чуть-чуть находится в минусе, это Сергей Румас, который все-таки, наверное, уже не является до конца представителем действующей системы, и поэтому мы его выделяем чуть-чуть отдельным цветом в нашем исследовании. Дальше мы переходим к доверию к институтам и организациям. На этом слайде мы видим те организации, которые представляют государственный сектор. Перед тем, как я расскажу про них, я должен, наверное, сказать очень важную вещь, что то, что мы увидели в нашем исследовании, что по сравнению с январем ни у одной организации и среди тех, которые представляют государственный сектор и независимый сектор, ни у одной из них не выросло доверие. То есть у кого-то оно осталось на прежнем уровне, у кого-то оно снизилось, но по большому счету белорусы все меньше доверяют институтам, организациям, разным органам. Если же посмотреть, кто является антилидерами по доверию, то это центральная избирательная комиссия и государственная СМИ. Центральная избирательная комиссия доверяет только 14% белорусов, городских жителей, а государственные СМИ только 15%. Среди всех государственных организаций лидером по доверию является армия, которая каким-то образом еще воспринимается как довольно неполитизированный орган, институт. Ну и опять же мы видим там, что на самом деле армии доверяют только 30%. И когда задуматься, на самом деле это ужасная цифра, что в государстве армия имеет такое низкое доверие. Следующий слайд это о том, насколько вы доверяете тем или иным организациям или институтам, которые представляют независимый сектор. Тут мы видим, что на самом деле доверия к этим институтам больше, чем государственным. И тут есть три лидера. Во-первых, это независимые СМИ, которых 40% доверия. Потом мы видим православную церковь, у которой 39%. И независимые правозащитные организации. То есть опять же, наверное, надо отметить, что падение на самом деле есть у многих. У независимых правозащитных организаций тут, как видите, данных нет, потому что это связано с тем, что мы в январе не спрашивали про них. То есть у нас только апрельские данные по независимым правозащитным организациям. Можем пройти дальше. Это выводы. Я думаю, что каждый может прочитать, которые я прикрепил к файлу. Сама эта презентация у каждого из вас уже есть. и таким образом будет проще вам пересмотреть, перечитать данные, которые мы представили. По большому счету все, что я говорил, на этих слайдах написано, и если что, можете всегда к ним вернуться, перечитать. А мы пока можем продолжать дальше, потому что на самом деле презентация моя достаточно обширная, за что прошу прощения. Следующее это международные отношения. Следующий блок вопросов это то, первый вопрос это с чем из перечисленного вы согласны? Мы задавали утверждение, с которым можно было согласиться или не согласиться, и мы увидели, что на самом деле в белорусском обществе, если не консенсус, но это достаточно влиятельная часть белорусов, которые считают, что на самом деле Лукашенко безразлична независимой страны, его интересуют только свои цели, что он на данный момент сильно препятствует достижению политической стабильности в Беларуси, и что он является одной из основных преград на пути к экономическому развитию Беларуси. То есть этот тезис поддержало 48, 47 и 47 процентов белорусов. Дальше мы задавали вопрос, как в целом люди относятся к разным странам. По большому счету белорусы достаточно хорошо относятся ко всем странам. есть два исключения, наверное, здесь, про которые можно сказать, что белорусы очень хорошо относятся к России, мы видим, что 80 процентов белорусов, что они относятся к России, очень хорошо или в основном хорошо. И второе небольшое исключение, это США, которые относятся очень хорошо или в основном хорошо, более 50 процентов, но это все же все равно значительно меньше, чем в случае других государств. Также мы задавали людям вопрос, как бы они оценили место следующих политиков на международной арене по шкале от 1 до 7, где один изгоя, 7 мировых лидеров. Мы видим, что концепции изгоя более всего близок Александра Лукашенко, а в белорусском понимании мирового лидера наиболее близка Ангела Меркель. Следующий вопрос это насколько белорусы близки к той или иной национальности по духу, менталитету или культуре. Минус 3 это очень далеки, а 3 очень близки. И мы видим, что как это выглядит для белорусов, что белорусы считают, что русские наиболее близки, украинцы чуть менее, поляки еще меньше, потом идут льтофцы, немцы и американцы. Ну, в принципе, это данные, которые, наверное, многие из нас могли бы согласиться сами и поэтому не представляют какого-то какого-то открытия. Следующий вопрос это как бы белорусы оценили в целом отношения России и Беларуси. Как мы видим, хорошими или скорее хорошими их назвало бы более половины белорусских городских жителей. В скоках вы также можете увидеть изменения, которые произошли с ноября 2020 года, когда мы делали тоже волну по исследованию того, что люди думают в Беларуси. Следующий вопрос это как развиваются отношения России и Беларуси. И что мы тут увидели, что все чаще белорусы начали говорить о том, что отношения улучшаются по сравнению с тем, что было в ноябре и все реже они говорят о том, что отношения ухудшаются. В какую позицию на ваш взгляд следует занимать Россию, поддерживать Лукашенко, поддерживать протест или не вмешиваться в ситуацию? Мы видим, что поддерживать протест или поддерживать Лукашенко имеет примерно одинаковое количество собранных ответов, в то время как не вмешиваться в ситуацию это во многом мнение большинства белорусов, его разделяя 58% городских жителей. Тут достаточно большое количество утверждений, с которыми можно согласиться или не согласиться либо ответить, что затрудняется ответить. Я, наверное, не про все сейчас буду говорить. Если что, я что-то могу раскрыть во время вопросов-ответов. Я бы отметил три-четыре основных. Первое это то, что 40% городских жителей говорят о том, что их отношение ухудшилось к России после того, как Россия поддержала Александра Лукашенко. Вторая важная вещь это то, что более 73% городских жителей говорят о том, что Россия это единственная опора Александра Лукашенко. И что самое интересное, если посмотреть с другой стороны, то есть только 8% городских жителей не соглашаются или полностью не соглашаются с тезисом, что Россия это и есть опора Лукашенко. Несмотря на это мы видим, что в принципе я тут перешел к следующему тезису, который на картинке идет восьмым. Это если в белорусском парламенте будет ярко выраженная пророссийская партия, это абсолютно нормально. Очень интересно, что на самом деле только 22% белорусов на самом деле поддерживают эту позицию. То есть несмотря на то, что белорусы хорошо относятся к России, несмотря на то, что, как я покажу на следующем слайде, белорусы достаточно хорошо относятся к Владимиру Путину, белорусы не хотели бы, чтобы в белорусском парламенте была открытая пророссийская партия. И, наверное, последний тезис, про который я хотел бы тут сказать, это он последний на слайде, и этот тезис активно продвигается действующей властью и ее медийным крылом, давайте назовем это так, это тезис, что мне кажется, что протест в Беларуси направлен против России. На самом деле белорус в это не верит. С этим тезисом соглашаются, или скорее соглашаются, только 18% людей. Следующий вопрос это, в каком геополитическом союзе лучше находиться белорусскому государству, мы видим, что в Европейском союзе 9%, в союзе с Россией 32%, но большинство белорусов, 60% выступает за то, чтобы иметь равнозначно хорошее отношение с Россией и ЕС одновременно, то есть 46% хотели бы быть там и там, а 13% хотели быть вне любых геополитических союзов, что интересно, что доля тех, кто хотел бы, считает, что лучше, Беларуси лучше быть вне геополитических союзов, эта доля уменьшается. Возможно, это связано с тем, что как раз таки у людей растет ощущение того, что Беларусь сама не может выйти с политического кризиса и в какой-то степени, что ей лучше не закрываться от других государств. Следующий вопрос это какой вариант союза с Россией наиболее приемлем для вас. Тут мы видим, что белорусы достаточно прагматичны, большинство из них выступает за зону свободной торговли и за единое экономическое пространство без политического объединения. Как мы видим в самом нижнем правом углу, идея вхождения в состав России, она достаточно маргинальна в белорусском обществе. Вопросы про Владимира Путина. Мы видим, что большинство белорусов относятся хорошо или в основном хорошо к Владимиру Путину, но при этом также большинство белорусов говорит о том, что отношение к нему за последние несколько месяцев ухудшилось. То есть это связано в основном с тем, как российская власть относится к белорусскому политическому кризису. Следующий вопрос, это как вы считаете, какой станет внешняя политика Беларуси после прихода к власти правительства, представляющей интересы протестующих и какой должна быть эта политика? Что тут интересно, это то, что во многом вот эта идея о том, что правительство станет Тихановской будет ориентироваться на дружбу с Россией и со странами Запада, она считает, что 48% что так скорее всего будет и примерно столько же людей считает, что оно такое должно быть. Но с другой стороны, люди чувствуют, что существует у представителей демократического движения крем на Запад и это объясняется, и как мы видим из наших данных, что 42% городских жителей считают, что ориентирован будет более тесная дружба и сотрудничество со странами Запада. Так считают, что так должно быть 25% городских жителей. Следующий вопрос. После перехода к власти правительства, представляющего интересы протестующих, как изменится отношение с Россией? Мы видим тут, что на самом деле только 12% городских жителей считают, что отношение в таком случае улучшится. 43% считают, что они останутся без изменений, а все остальные люди считают, что они скорее всего ухудшатся или точно ухудшатся. Также мы задавали вопрос о том, нужно ли Беларуси находиться в ВДКБ или нужно покидать организацию и становиться нейтральными. И третий вариант этот, нужно ли вступать в НАТО при выходе из ВДКБ. Как мы видим, большинство беларусов считают, что лучше сохранять членство ВДКБ хоть 35%, это достаточно большая цифра, считают, что Беларуси нужно убить из этой организации и стать нейтральней. Вопрос, который мы задавали о том, что произойдет после прихода к власти правительства, представляющего интересы протестующих, мы видим, что все-таки в беларусском обществе есть чувство, что у беларусского демократического движения есть крен на запад. То есть 45% говорят о том, что Беларусь станет стремиться в ЕС, что 38% о том, что будут выведены военные объекты Российской Федерации из Беларуси, что Беларусь будет проводить проевропейскую внешнюю политику и 37%. То есть эти все вещи на самом деле они чувствуются большим количеством людей, чем сторонников Александра Лукашенко в беларусском обществе. Если же говорить о том, о чем так сказать часто говорит, как мы сегодня назвали, медийная составляющая беларусской действующей власти, проще говоря, пропаганда, что часто говорит о том, что будет русский язык потерять статус государственного, что будет снос памятников, что кто-то, что Беларусь потеряет часть территорий, то на самом деле эти тезисы разделяют как раз таки вот эти 20-25% беларусов, которые составляют количество, которое поддерживает Александра Лукашенко. Тут мы переходим уже к выводам, которые в принципе я все назвал. Мне кажется, что я сейчас еще раз на это все посмотрю. По большому счету я все это назвал. Я прошу прощения, кто-то решил у меня сделать ремонт очень своевременно начать. Я надеюсь на ваше понимание. Тут опять же вещи, которые тоже я по большому счету назвал. Общественное настроение. Мы задавали вопросы, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями. В принципе, все четыре утверждения, я думаю, достаточно важные для понимания. Первое, это что 32% беларусов говорят о том, что они чувствуют себя в безопасности, то есть большинство беларусов не чувствуют себя сейчас в безопасности. Вторая важная вещь, это то, что две трети беларусского общества говорят о том, что Беларусь ожидает вскоре серьезный экономический кризис. Третья важная вещь, это то, что только 25% беларусов считают, что Беларусь успешно справляется с пандемией коронавируса. И то есть мы видим, что на самом деле этот числок в какой-то степени совпадает с теми людьми, которые поддерживают Александра Украшенко в общем. И только 17% беларусов говорят о том, что материальное положение их семьи за последние два месяца улучшилось, в то время, как две трети беларусского общества не согласны с этим утверждением. Следующее, это с каким и следующим утверждением вы согласны. Я для экономии времен не буду, наверное, называть все эти тезисы, но мы видим то, что две трети беларусского общества говорят о том, что властям следует пойти на переговоры с теми, кто не согласен с итогами выборов. Также мы видим то, что заключенные, связанные с выборами и протестами люди должны быть сосвобождены. Я думаю, что тут тоже еще есть очень интересный тезис о том, справедливы ли обвинения в адрес Виктора Бабарики. С этим тезисом согласно только 9% городских жителей, то есть, на самом деле, это цифра, которая значительно меньше, чем количество людей, которые поддерживают Александра Лукашенко. Даже сторонники Александра Лукашенко понимают, что обвинения в сторону Виктора Бабарики они несправедливы. Также мы задавали вопрос, как вы считаете, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом, когда он должен перестать им быть? Я прошу прощения, у меня очень сильно слышно, да? Регор, ну, немножко слышно у тебя какое-то постукивание там на фоне. Я такая, что это у тебя... Если немножко, то я буду просто... Ну, давай. Если нет вариантов, это выключить, то давай просто. Будем так. Сейчас отбегу. Прошу прощения за это. После пресс-брифинга я схожу к этому человеку и разберусь. Мы задавали вопрос о том, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом и когда он должен перестать быть президентом. И мы увидели, что на самом деле в белорусском обществе есть большой спрос на то, чтобы он перестал быть президентом, что он должен перестать быть президентом, то есть 40% говорит, что он должен уйти немедленно, часть еще говорит о том, что он должен уйти в 2021 году, то есть это половина, чуть более половины белорусского общества. При этом, с другой стороны, мы видим слева, видим, что на самом деле настроение, в общем, куда менее оптимистично. Да, то есть достаточно много людей считают, что все-таки Александр Лукашенко останется с нами еще на достаточно большое время. Следующий слайд это то, что произойдет, если Александр Лукашенко не уйдет с поста президента. Что считают белорусы? Это две трети, о чем говорят, что из Беларуси уедут талантливые люди. Это то, что очень чувствуется в белорусском обществе. Также белорусы думают, что если Александр Лукашенко останется, то продолжатся репрессии против протестующих, что белорусы еще больше зависеть от России. При этом, если мы посмотрим, то в принципе в Беларуси нету оптимистичных настроений, если Александр Лукашенко останется. То есть улучшение ситуации мало кто ожидает, мало кто рассчитывает, что экономика восстановится, мало кто рассчитывает, что вырастут зарплаты и пенсии. При том, что это опять же эти цифры, они меньше, чем сторонников Александра Лукашенко в белорусском обществе. То есть даже сторонники Александра Лукашенко понимают, что если он останется, то не следует ожидать улучшения ситуации. Дальше мы задавали вопрос, как люди относятся к акциям протеста против действующей власти. Мы видим тут, что идет падение количества людей, которые относятся однозначно положительно или скорее положительно к акциям протеста. Это связано, наверное, все-таки с тем, что в белорусском обществе чувствуется, что массовые акции протеста они не могут привести к результату, которого ожидают протестующие. И поэтому они как раз таки все более скептично относятся к протесту против действующей власти, к акциям протеста. При этом большинство белорусского общества, как мы видим справа, все-таки поддерживают требования протеста. Это две трети говорят о том, что нужно провести новые честные выборы, что нужно провести честное расследование фактов насилия, о том, что надо освободить политических заключенных, что должно прекратиться применение силы к протестующим. Чуть меньше поддерживают тезис отставки Александра Лукашенко, но тут нужно отметить, что тут 27% людей, которые затрудняются ответить на этот вопрос. Но если посмотреть с другой стороны, то опять же есть опять те 25%, которые считают, что Александр Лукашенко не должен быть отставлен, то есть опять мы опираемся вот это количество сторонников Александра Лукашенко. Следующий вопрос, который мы задаем, это знаете ли вы дату 17 сентября? Включи, пожалуйста, микрофон. Да, 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 да. Следующий вопрос, который мы задаем, это про дату 17 сентября. То есть это новый государственный праздник, если кто-то не в курсе, это было недавно принятое решение об этом, но мы готовили этот вопрос заранее. И тут мы видим большое количество разных утверждений, с которыми люди могли согласиться или не согласиться, но, наверное, про эти сами утверждения я буду говорить в меньшей степени, потому что на самом деле дату 17 сентября знает достаточно малое количество людей, да. То есть мы видим, что только 18% всего городского населения могут сказать, что было 17 сентября. И это имеет во многом региональные измерения, то есть люди, которые живут в Брестской области, Гродницкой области, они чаще об этом говорят. То есть в то время, как люди в Могилевской или в Гомельской областях, они как раз совсем могут слабо угадать, что же произошло 17 сентября. Ну, в принципе, то, что мы увидели, то, что не вошлось в эту итоговую презентацию, то, что мы увидели, что, в принципе, все даты, которые есть в Беларуси, они имеют какое-то региональное измерение, что, например, когда люди спросили, что же произошло 26 апреля, то тут жители Гомельской области всегда отвечают, достаточно большое количество людей говорит о том, что же произошло. Как видим, в случае 17 сентября это не так не работает. Дальше мы задавали вопрос про фильмы Степана Путилы, даже не знаю, можно назвать название телеканала или нельзя, как это вообще в сегодняшнем белорусском законодательстве работает, но, в общем, мы рискнем, а фильм нехто. Но, как я понимаю, YouTube канал как раз-таки не признан экстремистским, тому тут можно его использовать, и мы спрашивали, смотрели ли вы этот фильм, и мы увидели, что 40% людей, городских жителей, смотрели его полностью или смотрели отдельные фрагменты, при том, что 2 трети белорусского общества доверяют или скорее доверяют этому фильму, и мы даже попросили людей оценить, можем как в IMDB сделать оценку потом, наверное, о том, как не оценивать в принципе этот фильм по шкале от 1 до 10, где 1 это не понравилось, а 10 очень понравилось, то белорусские городские жители поставили творению команды Степана Путила 6.32. Вот. Идем дальше. Три последних вопроса, это утверждения, связанные с гендерной тематикой. Первый вопрос это аборты. Как мы видим, белорусы считают, две трети белорусов считают, что аборты должны быть разрешены либо во всех случаях, либо должны быть разрешены в большинстве случаев. То есть в этом смысле белорусское общество довольно либеральное. Также мы спрашивали вопрос о том, тезис, который задавал, сказать, вбрасывал Александр Лукашенко, что белорусы не созрели к тому, чтобы голосовать за женщину. На самом деле этот тезис полностью разделяет или скорее разделяет 20% городских жителей. То есть мы опять же опираемся в эти 20-25%. С другой стороны мы видим, что две трети белорусского общества говорят, что они считают, что белорусское общество созрело к тому, чтобы голосовать за женщину. И последний вопрос. Насколько, как вы считаете, распространена или не распространена проблема неравенства в оплате труда между женщинами и мужчинами? Мы видим то, что только треть белорусского общества говорят о том, что эта проблема широко распространена или скорее распространена. Тут опять же идут выводы, с которыми можно ознакомиться. Я думаю, что эти все основные вещи я уже назвал. Если у вас будут сказать какие-то дополнения, я с удовольствием на эти вопросы отвечу, дополню. Здесь у меня также идут пять наиболее часто задаваемых вопросов про политизированность опроса, про методы, которые мы используем, про выборку, насколько это достаточная выборка в тысячу человек, почему мы используем КАВИ и почему мы не исследуем сельских жителей. В принципе, я с удовольствием могу ответить на все эти вопросы во время вопросов-ответов. Я, наверное, сейчас не буду забирать время, поскольку я понимаю, что я уже 40 минут говорил, и, наверное, многие из вас хотели бы уже перейти к чему-то другому. На этом все. Спасибо большое. Спасибо, Рыгор. Давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Вот я вижу от Ольги Дрындовой руку. Ольга, пожалуйста, я так понимаю, что ты хочешь голосом, да? Голосом, да. Спасибо. Извините, что без камеры. У меня тут сейчас не очень рабочая обстановка. Спасибо большое Рыгору. У меня вот один вопрос я уже написала, но у меня с тех пор еще три созрели, они все связаны с конкретными цифрами, которые меня немного удивили. Может быть, Рыгор мог бы немного объяснить, как он это видит, в чем причина, потому что, по-моему, не было про это рассказано. Ну, я понимаю, много на сегодня. В общем, первое, да, рейтинг, или как там не рейтинг был, то есть за кого бы вы голосовали, да, если там один человек, Лукашенко и Бабарико, все еще первое, второе место. По-моему, в прошлых опросах тоже такое было, но здесь, если мне не изменяет память, падение рейтинга получается и у того, и у другого. Там, по-моему, в прошлых было больше 30%, если я не ошибаюсь, и сейчас там 20% чем-то. То есть, чем объясняется какое-то разорочарование, получается, людей и в Лукашенко, и в Бабарико, при том, что Бабарико, собственно, сидит и ничего не делает. Второй вопрос тоже меня удивила, цифра антирейтинг Тихановской. Может быть, я не совсем понимаю, что это такое, то есть там вопрос стоял так, что за кого вы ни в коем случае или ни при каких условиях, как-то так стоял вопрос, не голосовали бы как за президенты. 40% ну это, я не знаю, насколько эта цифра большая, но она меня как-то очень сильно удивила. То есть, с одной стороны, понятно, что Тихановская сама говорила всегда, что я не буду претендовать, но с другой стороны, учитывая, что она сейчас ведет активную политическую деятельность, то есть получается, что даже сторонники демократических перемен ни в коем случае бы за нее не голосовали, если вдруг была бы такая возможность, может быть, то есть, как ты это объясняешь? И третий вопрос, что меня тоже удивило, опять 40%, доверие к независимым СМИ, почему так мало, почему оно падает, то есть, для меня это вообще нелогично, то есть, на них накатилась волна репрессий, их садят, люди, по идее, должны были бы наоборот думать о том, что они говорят правду, за это их садят, поэтому надо им доверять, а получается какой-то наоборот, ну, я это вообще не могу никак объяснить, может быть, у тебя есть идея. Спасибо. Да. Спасибо большое. Начнем с Александра Лукашенко. У него рейтинг, по большому счету, не изменяется, то есть, то, что мы замеряем уже четвертую волну, вот у него с сентября ничего не изменяется, это связано с тем, что он, в принципе, мобилизировал весь свой электрат, который мог. Если же говорить про рейтинг Виктора Бабарико, то у него тоже, по большому счету, ничего не изменяется, у него была чуть побольше цифра, которая была связана с тем, что мы не выравнивали данные по уровню образования, сейчас мы их выравниваем, про это говорим, что поэтому произошло там большое это уменьшение, но по большому счету, у него опять же, он остается самым популярным политиком среди городских жителей, и вот этот его рейтинг, он достаточно, в какой-то степени он является даже мифичным, да, что многие белорусы перекладывают часть своего, свое вот это вот желание новой Беларуси именно на Виктора Бабарико. Если же говорить про Светлану Тихановскую, почему у нее достаточно большой антирейтинг, 39%, это связано с тем, что ее, конечно же, знают все, да, то есть она была, за нее как бы голосовало достаточно большое количество людей, но многие белорусы, я думаю, что почему вырос этот антирейтинг, он вырос в первую очередь среди, то есть есть люди, которые сторонники Александра Лукашенко, они точно не будут за нее голосовать 125%, но еще есть 15% людей, которые скептичны, аполитичны, те, которые не хотели бы вот прихода к власти представителей действующего протеста, да, то есть во многом сейчас некоторые вещи, мы видим, что которые происходят, они не соответствуют желанию белорусов, да, то есть большинство белорусов, например, не хотели бы санкций, да, про которые говорится Федлана Тихановская, есть какие-то другие страхи, что она достаточно прозападная, то есть эти все страхи, они живут, и они во многом объясняют антирейтинг, которые сейчас у нее есть. Последняя вещь, что доверие к независимым СМИ, мне кажется, что в принципе это достаточно большой результат, в том смысле, что есть 40% людей, которые доверяют, и есть 38%, которые затрудняются ответить, да, и поскольку мы должны понимать, что у людей есть разное понимание, что такое независимое СМИ, то есть, условно говоря, в эту корзину попадает как Тутбай, так и Харти, и, соответственно, люди могут иметь разное представление, насколько они доверяют одному или другому СМИ, но мы задаем общий вопрос про доверие независимым СМИ, и мне кажется, что 40% это очень большой результат, при 38% тех, кто затрудняется ответить. Поэтому мне кажется, что я бы тут не видел бы, так сказать, какой-то такой чрезвычайной ситуации для независимых СМИ. Спасибо. Да. Окей. Вот Петр Рудковский в чате пишет, что в 2018 году доверие незержавным СМИ был 16%, чтобы отбылся колоссальный рост. А можно ссылку в чат, если вдруг она есть под рукой. Спасибо, Петр. Коллеги, еще вопросы? В Аркадематска. Я по памяти цитую, может быть, там докладный личку ныряю, или во всяком разе был вельми низкий. Может, 16%, может, максимум 20%. Да, я согласен тут абсолютно о том, с тем, что говорит Петр. На самом деле произошел достаточно большой рост, и с другой стороны, с государственным сектором произошло значительное падение. Если сравнить с 2018 годом и предыдущими годами, например, к армии было очень большое доверие. Сейчас оно там составляет лишь 30%. так, хорошо. Есть ли у нас вопросы? Есть вопросы, которые приходили раньше. Возможно, частично ты на какие-то из них уже ответил, частично нет. Но мы зачитим от Андрея Дмитриева. Первый вопрос. на что готовы согласиться белорусы, чтобы это закончилось? Считают ли они, что Лукашенко или система надолго? Как изменилось их отношение к протестам? И считают ли они, что лучше, чтобы протестов не было? Мне кажется, что я ответил на второй, третий, четвертый вопрос. То есть наверное единственный вопрос, на который у нас нет ответа, это вопрос на что готовы белорусы, чтобы этого не было. У меня, к сожалению, тут все-таки нет ответа, чтобы я мог его презентовать. Потому что это достаточно абстрактный вопрос. И опять же, то, что мы видим, что одна из вещей, почему мы, например, не замеряем готовность к протестам, что очень часто ответы на такие вопросы, они достаточно абстрактны. То есть люди могут заявлять о своем желании протестовать, но выйти эти люди потом на протесты неизвестно. Поэтому скорее всего нет. То есть в России это делает, например, Левада или какие-то другие социологи, они получат эти исследования, и эти исследования показывают, что на самом деле в итоге на протестные акции выходит значительно меньше людей, чем количество тех, кто заявляет о своих протестных настроениях и желании когда-то поучаствовать в протестных акциях. Ну что, коллеги, еще вопросы? Макс Петрук пишет, было бы текаво доведаться про довер белорусов до фондов допомоги Вайсол и ц. Да. Хорошо, спасибо большое. Это хороший вопрос. Мы можем его добавить в следующую волну и узнать, насколько люди доверяют. Но в каком-то смысле это можно отнести к независимым правозащитным организациям. И мы, в принципе, видим, что доверие к таким вот институтам достаточно высокое в Беларуси. Ну что, коллеги, еще вопросы? Если нет вопросов, тогда я думаю, что в принципе я могу избавить вас от стучаней молотками, дрелью и так далее и тому подобное. Продолжение, у меня один вопрос, но у меня нет возможности поднять руку. Можно, Доминика, купнись? Калиласка, Доминика, так. В фундации Стефана Баторова. Возрихар, у меня такое питание на кон готовность людей не особливо включиться в протест, а включиться в них громадскую деятельность. Я бы хотела тут подрыхтовать две блюда. Однако это то, насколько люди в углу готовы не акангажеваться в громадскую деятельность. Другой, вопрос, насколько вся громадская деятельность от уборки площадки для 23 игрок по измену вставления ЖКХ, например, насколько это политизировано зараз, насколько люди осуществуют громадскую деятельность с политичной деятельностью. Спасибо. Большое. На самом деле тут я знаю, что моя белорусская организация совместно с народным вопросом как раз сейчас проводит исследования про политические партии, насколько белорусы к ним хотели бы подключаться. И в принципе эти вопросы каким-то образом связаны с тем, что есть в нашем исследовании. Я думаю, тут есть две основные проблемы. я думаю, что все-таки большинство белорусов еще не готовы. И это связано с двумя вещами. Первая вещь это то, что это страх. То есть то, что мы видели, то есть только треть белорусов чувствует себя в безопасности в Беларуси. И вторая вещь, она связана с тем, что многие люди разочаруются в том, что они не могут получить того результата, который они бы хотели. То есть мы видим то, что поэтому меняется например отношение к протестам. То есть люди понимают, что результат не достигнут и они задаются вопросом достижим ли он вообще через протесты. Но репрессии из-за протестов они как бы ощутимы. То есть это сразу можно прочувствовать. Соответственно поэтому все-таки есть вопросы о том, что не такое большое количество скажем так большинство наверное все-таки белорусов и это так сказать не основываясь на данных а чуть более абстрактно говорю, что наверное не готовы они к участию в общественной деятельности. Но при этом с другой стороны мы должны понимать, что на самом деле эта цифра сейчас она в несколько раз больше чем 15 месяцев назад. То есть все, что мы видим, что на самом деле просто раньше эта цифра была очень маленькая. Сейчас она не такая маленькая, но она еще и не составляет большинство. Спасибо. Рука от Настя Кривошеева. Рада ее унет. Пожалуйста. Добрый день. Да, я бы хотела вас испытать еще на початку вось про это личбы про то, что доверия до державных установ довольно низкая, а летом не меньше мы бачили, что от соток людей, которые готовы выбрать неких бегучих державных службовцев высшей. Как это можно подлумачить? Ну, то, что мы видим из наших данных, это показывает, что на самом деле у государственных институтов достаточно низкий рейтинг и у представителей государственных институтов опять же достаточно низкий рейтинг. То есть, если посмотреть на индекс доверия, то есть соотношение между довериями и недоверием, то мы видим, что на самом деле представители сегодняшней власти очень большие проблемы с доверием, да, то есть им не доверяет там половина общества, по большому счету, точнее говоря, доверяет на 50% больше людей, чем доверяет, то есть это огромная цифра, я, может, сейчас вернусь еще на слайдик сюда, да, то есть мы видим, что мне доверяет, ну, в общем-то, большинство. Поэтому возможности у этих людей быть избирательными избраться куда-то, ну, на самом деле они очень низкие, по большому счету, у этих людей вряд ли можно найти замену для Александра Лукашенко, чтобы она была каким-то образом избираемая. Спасибо. Павел, боюсь неправильно прочитать, давай с английским акцентом, Павел Сланкин, European Council on Foreign Relations, Слюнкин, отлично. Вопрос из чата. С учетом высокого антирейтинга санкций против белопредприятий, насколько призывы лидеров протеста к их введению влияют на их политический рейтинг? Понятно, что исследование непосредственно это не изучало, но твое мнение хотелось бы услышать. Я думаю, что в принципе представители демократического движения попали чуть ли не во все коммуникационные ошибки, в которые попадала так называемая старая оппозиция. То есть новая оппозиция это стало во многом старая оппозиция на стероидах. И это во многом связано с тем, что новая, точнее говоря, представитель Светлана Техновского, потому что Виктор Бабари как раз-таки в этой ситуации не имеет возможности выступать за что-то, потому что он находится в тюрьме, как, я думаю, как и Сергей Техновский, не знаю. То есть если посмотреть, то вот эти антирейтинги, какое-то скептичное отношение, оно во многом связано с тем, что все эти коммуникационные ошибки были допущены. Это как идея о том, что надо как можно больше жестких санкций в отношении белорусской экономики. Вторая, наверное, вещь, это то, что по-многому часто воспринимается, что протестующие имеют большой крем на запад, то есть это тоже наверняка влияет среди тех, кто достаточно равнодушен, скептичен, политичен и так далее, и тому подобное, то есть они видят какую-то угрозу именно в этом. Это также подкрепляется приверженностью к белокрасному белому флагу и полному, так сказать, неприятию красно-зеленого флага. То есть эти все вещи наверняка влияют среди тех людей, кто себя называет аполитичным, говорит о том, что мне это неинтересно и так далее и тому подобное. То есть для этого пузыря общество, в принципе, эти вещи, они негативно влияют на понимание лидеров протеста. Спасибо. Вопрос от Андрея Серенко. Нет ли данных о доверии и недоверии респондентов политическим партиям? Вообще, насколько востребованы институты политических партий в РБ? Да, спасибо большое. Как раз-таки опять я могу прорекламировать исследование Центра новых идей совместное с народным опросом. Они как раз задавали вопрос про политические партии. Я думаю, что это сегодня-завтра это исследование будет опубликовано. У нас в этом исследовании нет, но я по большому счету могу сказать, что то, что мы увидели, что на самом деле растет интерес. То есть, если сравнивать интерес к политическим партиям сейчас и 15 месяцев назад, то это колоссальнейший рост заинтересованности в этом. Но есть какие-то определенные ограничительные факторы. Во-первых, это страх. Во-вторых, это непонимание того, к чему это приведет. Приведет ли к вступлению конкретного человека, считает ли он, что если он вступит в партию, это приведет к тому, что в Беларуси поменяется власть. То есть, белорусы не имеют на это ответа или имеют ответ отрицательный. И поэтому они не до конца готовы идти в политические партии. Тем более, обращаю все-таки основную тезис это все-таки репрессии. Что в сегодняшней системе с таким уровнем репрессии страх настолько большой, что люди просто боятся думать про то, что можно пойти в политическую партию и там активничать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Вот в форме Артур Шрайман присылал вопрос, который звучал как доколер и вор, но думаю, что его мы можем пропустить. Так, Мария Рогова, анализировали ли вы миграционные настроения в апрельских опросах? Мы их напрямую не анализировали, но мы задавали вопросы о том, ожидают ли люди отъезда многих людей из-за репрессии в стране, то есть этот вопрос там звучал, я его сейчас покажу. Задавали вопрос, что произойдет, если не уйдет Александр Рокошка с поста президента, если он не уйдет, то мы увидели, что 60% это как раз самый популярный вариант, который считает, что из Беларуси едут талантливые люди. То есть я думаю, что на самом деле мы можем этот вопрос задать к следующей волне исследований, но мы видим то, что эти миграционные настроения недостаточно популярны в Беларусском образцы. Спасибо. Коллеги, еще что-то, что вы хотите спросить у Ревора. Татьяна Щецова. отслеживали ли вы какие-то расхождения в ответах, связанные с межпоколенческим и гендерным различиями? Да, конечно, то есть я на самом деле у нас даже мы как-то это анализировали, но мы просто исходим из того, что презентация, которая составляет 50 слайдов, не надо сделать из нее презентацию на 100 слайдов, поэтому мы чуть укоротили итоговую презентацию, поэтому я, наверное, скажу какие-то основные вещи, которые мы увидели. Давайте я скажу, наверное, две вещи, которые противоречат, может быть, нашему чуть пониманию, которое у нас есть. Первая вещь, которая немного противоречит нашему пониманию, это то, что на самом деле достаточно большое количество молодых людей аполитичны, да, то есть наш протест, он во многом протест людей среднего возраста, людей достаточно взрослых, которые все-таки не имеют там каких-то романтичных, сказать, романтичных, представлений будущего, то есть это достаточно большое количество людей, именно взрослых, молодые люди, к сожалению, там, не знаю, я не буду подавать оценочное осуждение делать, да, но факт есть факт, что среди молодых людей достаточно количества аполитичных людей. Вторая вещь, если говорить про гендер, то в принципе мы то, что мы видим, что среди людей, которые поддерживают протест, сказать, вот эта композиция мужчин и женщин это где-то 50 на 50, если среди тех, кто поддерживает Александра Лукашенко, то там где-то так 57 на 43 крен в сторону женщин. К сожалению, да. Еще? Еще кто-нибудь? Хорошо, я вижу, что мы, наверное, больше никто не хочет слушать, как кто-то стучит, поэтому тук-тук-тук-тук-тук. Да, да, я прошу прощения, на самом деле это была абсолютно неожиданная вещь, ничего такого не было до этого. Вон тут соседи всегда так неожиданно приходят. Ну хорошо, я так понимаю, что вопросов больше нету, наверное, спасибо, спасибо за презентацию, спасибо всем, кто регистрировался, задавал вопросы, слушал, смотрел. Спасибо.